Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, 5 июня, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. На этой неделе в России заработала плавающая пошлина. Минсельхоз объявил, что вернется к интервенциям, а производителям сои и рапса пообещали новые субсидии. Об этих и других событиях далее в выпуске. На этой неделе аналитики пересмотрели свои прогнозы на урожай пшеницы. Компания Сэвэкон понизила ожидания на 800 тысяч тонн. На полмиллиона понизил прогноз Российский зерновой союз. Экспертов тревожит состояние яровой пшеницы. Этим объясняются корректировки. Кроме того, аналитикам приходится уменьшать в своих расчетах площади подозимой пшеницей. А площади эти были рекордными. Но теперь в связи с погодой приходится корректировать площади из-за гибели озимых. Например, сложная ситуация в восточных районах Ставропольского края. Весной дождей было очень мало, и почвенная засуха погубила сельхозкультура. Прогнозируемая площадь гибели – почти 6 тысяч гектаров. В числе наиболее пострадавших оказались Левокумские и Курские районы. Убытки агрария в Минсельхозе края ценили в 270 миллионов рублей. На этой неделе 2 июня в России официально стартовали плавающие пошлины. Их ставки по сравнению с пошлинами фиксированными, которые действовали до сих пор, существенно изменились. На пшеницу ставка уменьшилась, на ячмене и кукурузу ставки напротив выросли. Фиксированные пошлины исчислялись в евро, но мы для удобства пересчитали их в долларах, чтобы вы могли увидеть это изменение. Эксперты полагают, что в таких условиях пшеница может снова вырваться в лидеры по экспорту. Посмотрите на график отгрузок зерна, который составила компания Refinitiv. До февраля подавляющая доля экспорта приходилась на пшеницу, но в марте она сократилась до 40%, в мае – до 25%. Обратите внимание, что упали и отгрузки. И это не единственный результат действия пошлины. Минэкономразвитие на этой неделе сообщило, что ограничения помогли стабилизировать цены внутри страны. Ведомство даже привело конкретные цифры. Уверена, они вас удивят. Средние фьючерсные цены в Чикаго с января по маю увеличились на 8%, до 260 долларов за тонну. При этом цена на пшеницу внутри России с начала года, наоборот, уменьшилась на 10%. В мае она составила 13 300 рублей за тонну. Это 181 доллар по текущему курсу. Итак, плавающие пошлины на пшеницу теперь ниже, чем фиксированные пошлины. Но стоит ли этому радоваться и чего ожидать в закупочных ценах? Глава Совэкона Андрей Сизов уверен, что снижение пошлин уже почти полностью отражено в портовых ценах. А индикативная цена на пшеницу, от которой эта пошлина как раз и рассчитывается, скоро активно поползет вверх. А вместе с ней вырастут и таможенные отчисления. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на этой неделе высказался о пошлинах. Но слова его вряд ли вам понравятся. Министр заявил, что пошлины не приведут к уменьшению прибыльности предприятий, поскольку ставка привязана к базовой цене. И если на пшеницу цена упадет до 200 долларов за тонну, то пошлина будет нулевой. Когда вся эта история с пошлинами начиналась, ряд аналитиков рынка высказывали такую позицию. Мол, если бы у Минсельхоза сейчас был достаточный интервенционный фонд зерна, то прибегать к таким топорным способам регулирования рынка не пришлось бы. Похоже, что в ведомстве это мнение услышали. На этой неделе замминистра Оксана Лут сообщила, что практика закупок зерна в интервенционный фонд возобновится. Сейчас запасы его составляют всего 200 тысяч тонн. В течение ближайших двух лет Минсельхоз намерен увеличить их до 3 миллионов тонн. Это двух-трехмесячная потребность внутренних переработчиков. В последний раз закупочные интервенции проводились еще в 2016 году. После этого Минсельхоз только распродавал зерно из госфонда. Кстати, помимо зерна пополнять интервенционный фонд, возможно, будут еще и с сахаром. Такое предложение Минсельхоза сейчас рассматривается в правительстве. Об этом рассказал министр Дмитрий Патрушев. Ведомство рассчитывает закупать до 500 тысяч тонн сахара в сентябре-октябре, то есть в момент старта переработки свеклы, и продавать сахар при необходимости, когда понадобится выровнять цену на внутреннем рынке. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить из федерального бюджета 3 миллиарда 420 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур, а именно рапса и сои. Деньги будут распределены между 40 регионами. Кто сколько получит, мы пока не знаем. Документа на сайте правительства еще нет. Однако в Ставропольском крае Минсельхоз уже объявил, что аграрии смогут получить 52 миллиона рублей. В прошлом году во всех хозяйствах края собрали 110 тысяч тонн рапса при средней урожайности 15,2 центнера с гектара. Рапс-культура очень прибыльная, поэтому в этом году площади были расширены. Однако погодные условия нанесли существенный ущерб посевам. Было засеяно рапсом 63,8 тысячи гектаров, но сохранилось из этой площади только треть или чуть больше 22 тысяч гектаров. На площади 28,6 тысяч гектаров рапс погиб от вымерзания, еще на 13 тысячах просто не взошел. Такова особенность рапса. Мало соблюдать технологию нужно, чтобы прошли дожди сразу после сева. А их, конечно, было недостаточно. Но, тем не менее, интерес к рапсу, как и к другим масличным культурам, остается достаточно высоким. И вот сейчас, наблюдая за ходом ярового сева, мы видим, что по севу подсолнечника и по севу ярового рапса уже площади превысили прогноз минцельхоза. По подсолнечнику рост свыше 2%, по рапсу почти 5% от прогноза превышено. Сев сои еще продолжается. От темы зерна и масличных перейдем к продовольствию. В Совете Федерации на прошлой неделе обсуждали важную тему – конкуренцию на рынке сбыта. Зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев сообщил, что за последние 14 лет количество розничных рынков в России сократилось в 6,5 раза. Нужно сказать, что доля розничных рынков в структуре оборота розничной торговли стала неуклонно снижаться задолго до пандемии. По информации, опять же, Минпромторга России, за время действия федерального закона о розничных рынках с 2007 года количество рынков сократилось в 6,5 раз. Если говорить о цифрах, а я и хочу озвучить, это было 5892, стало 911. Васильев заметил, что монополизация рынка розничной торговли крупными сетями ни к чему хорошему не приведет. Однако, замминистра промышленности торговли Виктор Евтухов с ним не согласился. Он заявил, что все не так страшно. И хотя в прошлом году, во время действия ограничительных мер, доля сетей в розничном рынке выросла, она увеличилась на 4,5% и достигла 39% от всей розничной торговли. Так вот, несмотря на это, до уровня Европы, где сети имеют гораздо больший вес, ценам еще далеко. У нас топ-10 сетей сегодня консолидирует 25% по разным оценкам, 27% розничного продовольственного рынка. Если брать Германию, Великобританию, да даже и Польшу, и США, там значительно выше, от 46% до примерно, мне изменяет память, 70-72%. То есть нам сегодня говорить о том, что у нас доминируют крупные сети, что сегодня есть какой-то диктат цен, наверное, я бы не стал. Тем не менее, Васильев поручил представителям исполнительной власти и органам местного самоуправления снять административные барьеры и помочь физическим и юридическим лицам попасть на рынки и ярмарки. И здесь, конечно, сложно не упомянуть рынки «Алмаз», «Классик», «Овощной», которые были закрыты в Оксайском районе. Эти рынки примыкали к Ростову-на-Дону, причины, по которым они закрыты, все еще неизвестны, но, тем не менее, десятки тысяч предпринимателей лишились возможности зарабатывать, лишились права на труд. Последняя новость, конечно, хорошая, но чем-то напоминает анекдот про мужика, которому поп посоветовал сначала завести козу, а потом ее выкинуть. Международное эпизоотическое бюро признало Юг России благополучным по ящеру с вакцинацией. Что это значит? Несколько лет назад Юг России мог спокойно вывозить баранину и говядину на кости в другие субъекты Российской Федерации. Но в январе 2020 года в связи с регионализацией Ростовской области, Краснодарскому краю, Ставропольскому краю был присвоен статус регионов, благополучных по ящеру с вакцинацией до признания МЭП. Этот статус наложил ряд ограничений. Например, чтобы вывести продукцию в чистую зону, например, Московскую область, необходимо было термически обработать или отделить мясо от кости. Была запрещена также перевозка живых животных, в том числе племенных. И это, конечно, очень усложнило жизнь всем нашим животноводам и перерабатывающим заводам. Теперь же, когда благополучный и признанный МЭП все наши регионы, мясо на кости можно отправлять в любой регион. Но, как и прежде, придется выполнять некоторые условия. Например, за три месяца до убоя животное не должно покидать территорию региона, а после убоя тушу следует осмотреть на предмет симптомов ящера. Перевозка живых животных разрешена с условием, что транспорт будет проходить дезинфекцию, а по пути следования, например, корова нигде не подцепит этот вирус. Мы надеемся, что с признанием наших южных регионов благополучными животноводам жить станет легче. На этом все. Спасибо, что находите время смотреть наши обзоры. Будьте здоровы, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!